Привет, с вами DJ Krypton, и в этом уроке я покажу, как делать квантизацию аудиоматериала в программе Logic Pro. Сейчас я работаю над своим новым треком «Просто было». В этом треке я использую живую гитару, которую любезно согласился записать, бессменный президент студии Pavian Records Валерий Лобанов. Но, даже если музыкант изначально сыграет всё очень хорошо, он вряд ли сможет идеально попасть в себя несколько раз подряд. Этот раз не был исключением. При редакции трека я столкнулся с этой ожидаемой проблемой, и выбранные мною дубли гитары звучат вместе ритмично не так ровно. Для работы над своими треками в последние годы я почти всегда использую замечательную, на мой взгляд, программу Logic Pro. В этой программе есть очень хорошая функция — квантизация аудио, то есть выравнивание под ритм. И в этом уроке я покажу, как работает эта функция в программе Logic. Итак, открываем программу Logic Pro. Открываем проект. Вот так выглядит аранжировка на данный момент. Это совершенно незаконченная версия. Вверху стоят у меня барабаны, дальше бас, аккорды, там, пэды, мелодии и так далее. Посередине аранжировки мы тут видим треки с гитарами, да, с которыми нам сейчас предстоит как раз и поработать. Ниже идут мои вокалы и вокалы девушки, которая поет в припеве. Приближаем треки с гитарой. Послушаем один из них. Мы видим, что гитара сыграна ровно, но недостаточно ровно для того, чтобы мы могли ее использовать без какой бы то ни было дополнительной обработки. Слушаем несколько треков с гитарой вместе. И последний трек, это арпеджио. Мы видим, что гитара не совпадает друг с дружкой. Ну что ж, теперь попробуем посмотреть второй кусок. Это соло гитарное. Мы видим, что по ритму не идеально совпадают эти дорожки друг с дружкой. Где-то отстают, где-то торопят. И в начале трека на первом припеве также стоят гитары. Тут они более-менее играют ровно, но тем не менее мы сделаем квантизацию этих кусков тоже. Послушаем инструментальный кусок без вокала, чтобы вы имели представление, как звучит музыка целиком. Вокал пока еще не до конца отредактирован, поэтому я позволю себе его замутировать. Мы видим, что в контексте песни гитара звучит не очень ровно. Наша задача это все исправить. Для того, чтобы сделать квантизацию аудиоматериала, в первую очередь мы должны нажать на кнопочку Flex. Она тут находится вверху. И у нас у каждой аудиодорожки появляется такое выпадающее меню с настройками типа аудиоматериала, который мы хотим квантизовать. Вообще, что такое Flex? Flex это внутренний алгоритм растяжения и сжатия аудиоматериала, который используется в лоджике для привязки аудио к темпу песни. Кстати говоря, о темпе. Темп в данном случае имеет очень принципиальное значение, потому что мы привязываем аудио именно к темпу. То есть лоджик будет делать привязку именно исходя из темпа песни. Темп устанавливается вот тут внизу. И аудиодорожки, которые мы хотим квантизовать, должны строго соответствовать темпу. Ну, это, я думаю, ни для кого не новость. Просто на всякий случай говорю в качестве напоминания. Теперь выбираем в параметрах Flex для каждой дорожки Monophonic, так как мы используем монофонический инструмент. Для барабанов, например, лучше использовать Slicing. Для вокала, по моему опыту, лучше использовать Rhythmic. Лоджик начинает анализировать дорожку. Выбираем у второй дорожки Monophonic, у третьей. И так на всех дорожках. Теперь приблизим первую дорожку. И мы видим, что лоджик поставил такие вот маркера на те места, где, по его мнению, начинается следующий бит или следующее ритмическое изменение. Но лоджик, к сожалению, не может идеально сделать это. И мы видим, что в некоторых местах, например, вот на второй дорожке, стоят лишние маркера, там, где они не должны стоять. Или в тех местах, где они должны стоять, их нет на данный момент. Но начнем все по порядку с первой дорожки. Два раза нажимаем на нее. И переходим в редактор аудио. Если у вас не нажата вот эта оранжевая кнопочка, обязательно нажмите ее. И в аудиоредакторе будут сразу видны маркера, которые лоджик поставил автоматически на нашем аудиоматериале. Тут мы видим как раз соответствие или не соответствие маркера примерно ритмической сетки песни. Но сейчас мы просто слушаем и анализируем, смотрим, где маркера лишние, есть ли они лишние и что с ними делать. Вот, например, сразу мы видим, что тут в начале два этих лишних маркера, которые нам совершенно не нужны. Если мы видим, что есть лишние маркеры, мы можем нажать кнопочку «минус». до тех пор, пока они не исчезнут. Но в данном случае это не работает, потому что уже начинают исчезать те маркера, которые нам нужны. Поэтому мы попробуем их удалить вручную. Для того, чтобы удалить их вручную, мы можем просто нажать на «eraser tool» и просто удалять их так, как мы видим. Если же мы нажмем «pencil tool», то мы можем ставить маркер там, где нам нужно вручную. Но зачастую достаточные кнопочки «плюс» и «минус». Мы это увидим на примерах следующих дорожек. Пока анализируем первый трек и слушаем. Смотрим, нет ли лишних маркеров. Пока что нет. Вот. А тут вот уже их недостаточно. Поэтому ставим кнопочку «плюс» и пробегаемся по дорожке вперед. Анализируем. Тут мы видим лишний маркер. Убираем его. Еще один лишний. Убираем. Еще один лишний. Убираем. Все, дальше нам не нужно. Берем следующий кусок. И проделываем ту же самую операцию со следующим куском. Теперь убираем аудиоэдитор. Переходим в инспектор. И тут у нас есть настройка кванатизации. Пока что она стоит в положении «off». Но мы хотим привязать это к одной восьмой ноте, например. Мы сразу видим, что изменилось отображение дорожки. Зеленый цвет в данном случае значит сжатие. А оранжевое – растяжение. Теперь попробуем послушать эту дорожку под клик. Мы видим, что ритм гитары теперь идеально совпадает с ритмом песни. Мне очень нравится, как работает этот алгоритм. И при правильной настройке и не слишком сильном изменении темпа мы никогда не услышим нежелательных артефактов и каких-то искажений. То же самое касается и голоса. Мне очень нравится работать с голосом в лоджике. В одном из следующих уроков обязательно покажу, как настраивать с помощью другой технологии несколько дублей именно голосовых друг под дружку ритмически. Но в данном случае я совсем не хочу, чтобы наши гитары звучали слишком механически и точно в бит. Хотелось бы сохранить некую живость в игре и добавить немножко свинга. Для этого существует настройка «Cue Strength», то есть сила кванатизации. Вот она тут. Изначально она равна 100%, то есть идеальная привязка к ритму песни. Но, по моему опыту, самое оптимальное ставить этот параметр на значение 80. Ну, 75, 80, где-то так. Это значит, что аудио будет притянуто на 80% к ритмической сетке. То есть, например, к 1,8 или 1,16, в зависимости от того, что мы выбрали. Поставим 80%. Мы видим, что чуть-чуть изменилось у нас отображение. Слушаем еще раз. Отлично, мне нравится. Переходим к второму кусочку и слушаем, что получилось тут. Прекрасно. Мне нравится результат. Мы сделали кванатизацию всех остальных дорожек в первой части гитары. Послушаем, что же у нас получилось. Мы видим, что Logic довольно серьезно поработал над этими дорожками. И теперь они звучат все ровно. На всех дорожках поставлена сила кванатизации 80%. Проверим теперь другой припев. Нормально, отлично. Здорово. Прекрасно. Мне нравится. Теперь переходим к кванатизации второй части, то есть, бриджа. Выделяем первую дорожку. Выбираем опять Monophonic. Делаем то же самое с остальными дорожками. Переходим в аудиоредактор и смотрим, что у нас получается, нажав на вот эту оранжевую кнопочку. Тут все гораздо проще и легче. Можно попробовать сделать кванатизацию. Выбираем опять же одну восьмую. И силу кванатизации ставим на 80%. Слушаем. Идеально. То же самое проделаем со всеми остальными дорожками. Ну что ж, она звучит, мне кажется, идеально. Ну что ж, на этом наш сегодняшний урок закончен. Я благодарю вас за внимание. И до новых встреч. Заходите на мой сайт и смотрите новые уроки, клипы. Скоро будут премьеры новых песен и новых видеороликов. С вами был DJ Krypton. Игорь Негода. Игорь Негода.